Ещё одна тема, которую обсудили в правительстве – лососёвая путина. Она завершилась 10 сентября. Об её итогах губернатору доложил руководитель департамента рыбного хозяйства Андрей Тоболин. Он рассказал, что в этом году от Чукотки до Приморья добыли более 600 тонн рыбы. Это второй показатель за всю историю научных наблюдений. А на Колыме выловили рекордные 15 тысяч тонн. Лидером у нас является горбуша, добыта почти 13 тысяч тонн. К сожалению, не такие большие уловы по китей и по кижучей. В целом, сейчас наука отмечает как раз спад численности этих видов лососей. И надо сказать, что у нас поменялся вектор промысла. Ещё в начале века основой промысла составляла Тауйская губа, где добывалось до 80% всего промышленного улова. На сегодняшний день у нас диаметрально изменилась локализация промысла. Сейчас промысл как раз сконцентрирован в Северо-Ивенском городском округе, Амсукчанский и север Ольского городского округа в районе Тахтаямска и Ямска. Соответственно, здесь сейчас добывается 80%. На Тауйскую губу приходится всего-навсего 20%. Причём нужно сказать, что именно такие социальные виды промысла, как традиционное рыболовство и любительский лов, как раз у нас сконцентрирован больше в Тауйской губе. Вместе с тем Андрей Тоболин отметил, что объёмы вылова меняются через год. Так, 2022-й стал низкоурожайным, добыли меньше 5 тысяч тонн. Этим летом рекордные 15, по предварительным прогнозам, следующие две путины повторят эту схему.